всем привет и так в пятом туре моей противницей было лейла табермакова чемпионка азии в своем возрасте моды к мутистка из башкирии из уфы насколько я помню играя точно неплохо играет ну из минусов мне кажется узковатый немножко дебютный репертуар вот и я тут решил что играть вовские гамбиты в моем состоянии не очень хорошо посчитать ничего не могу вспомнить тоже и было принято решение сыграть же 3 такой антивовский антистроиндийская новую вы есть здесь еще уже 6 и потом d5 то есть получили симметричный грюнфельд на dc даже не рассчитывал до dc коня 3 эти позиции тоже очень сложные очень интересные но мне не нравится вот правда изучал я теорию вы в этих линиях уже как-то очень давно лет 15 назад наверное 20 а то и 30 но после c6 тоже позиция для меня относительно новая то есть никогда в моей практике не встречалась единственная помню что вроде сейчас считается обязательным как можно быстрее сыграть конь е5 потому что на конь c3 черные немедленно ответят немедленно ответят конь е4 вот то есть нужно их опередить как играть на конь е4 я не помню если честно но основными ходами здесь являются попытки сбить конец е5 конь g4 и конь fd7 слон f5 тоже очень неплохой ход боевой после конца 3 черные могли сыграть также конь е4 но и стандартный ответ конь c6 убирает симметричность позиции и игра обостряется конь d7 здесь я сыграл слон е3 чаще встречается b3 b3 провоцирует на c5 и после висеть на d4 еще вот а партии немножко на эту тему я предпочел пойти слон е3 еще встречался ход слоны в четыре тоже логичный прикрыли поле b8 и хотим сыграть ладья c1 на слон е3 очень интересно было конь б6 я по-моему собирался играть в но я выбирал в этой позиции между конь c5 и вернуть слона назад и посмотреть что вот это за позиция пожертву черные могут конечно взять на 1 но мы тогда тут же качество отыграем а после ладья е8 качество черное выигрывают но мне кажется у белых серьезная компенсация пешка c6 слабенькая черная поля вокруг короля черного тоже но не факт что несомненная компенсация белых достаточно для чего-то большего чем ничья вот ну и поэтому бы был еще запасной вариант ладья c1 но после ладья c8 я не понимал что дело сейчас грозит конь c4 слон висит ну хампи конеру например в 2000 году здесь совсем еще молодая играла f4 такое ослабление пункта е4 не факт что я смог бы допустить хотя в резон есть это вот мы идем по партии конеру сатья прожан и здесь хампи уже с очень стойким перевесом пешка c6 слабая дыра на е4 заткнулась пешкой черной пешки то есть он же 7 неимоверно тупой а вот у слона е1 перспективы есть лейла сыграла ладья c8 сразу ход тоже нормальный более того ну как бы ваш его граф нескольких партиях играл ферзь a5 и вот это видимо главная линия чтобы именно ладью f на c8 а вторая могла по линии b работать и на b3 h5 и у черных появляется контрыгра на королевском фланге может где-то им и 5 надо будет проводить то есть такая боевая позиция минусы позиции черных тоже очевидны ферзь е1 белые будут пытаться ферзей разменять черные конечно ферзь b5 сыграют откажутся менять ферзей и примерно равная позиция ладья c8 ход неплохой тоже но после b3 лейла здесь поддалась на провокацию понятно что стоило пойти либо ферзь a5 h5 либо вообще немедленно h5 и на ладья c1 даже h4 есть ход скажем на же аж и 5 и как-то у белок немножко разбитой структурка на королевском фланге что компенсирует черным и пожертвованную пешку скорее всего временно и не лучшую структурку на ферзи в фланге вот нового поддалась на провокацию все-таки вот ладья на один подвисает и сыграла c5 белых не спрашивают брать на c5 надо потому что иначе черные еще и е5 насыпят я на всякий случай для очистки совести посчитал варианты связанные со слон бьет d5 мне они не понравились и я взял dc и здесь произошел забавный эпизод говорящая моей великолепной скажем так форме то есть вы его не сразу сыграла слон бьет один несложно убедиться что другой игры у черных нет висит пешка d5 плюс белое хотят где-то может быть слон d4 пойти ли вообще по 4 отправить кучу пешек версии то есть на один по идее бить надо нового здесь сидела и достаточно долго думал и произошел такой казус я гулял по залу срубленные фигуры естественно у меня стоят поближе к часам то есть слева от меня рядышком с часами рядышком с ладью один черные фигурки и вот я гуляю по залу посмотрел и мне показалось что слон бьет один лейва наконец-то сыграла и я подошел сел за доску и даже несмотря на часы записал слон бьет один и сыграл ферзь бьет один взял в руки срубленную фигуру смотрю это белая ладья такой маразм то есть лейва еще не сходила я поставил все на место нес извинения и сбежал в общем в ужасе от своих действий после партии конечно принес извинения вот такой клюк произошел здесь можете ржать на старичком еще не старческий маразм ну что-то уже близко это вот в общем слон бьет один все-таки последовало ферзь бьет один я считал что здесь надо играть кони в шесть и собирался возвращать коня назад хочу пойти либо а3 б4 либо ферзь б2 б4 пешки начинают двигаться вперед и у черных неприятности еще черные поля вокруг короля свистят и пешка д5 не лучшим образом и слоны в 5 если сыграть е6 лишается подвижности то есть компенсация мощнейшая у белых несомненный перевес лыла сделала сильнейший ход е5 слон бьет д5 конь бьет c5 здесь я считал много вариантов то есть здесь задуматься в частности вот такой интересный вариант был ладья д1 конь д7 и вернуть просто коня назад конь хочет отправиться на d6 через b5 или через е4 у черных серьезные неприятности пешка а7 подвисает а если ферзь е7 то такой важный промежуток сбили ладью ладья c7 хода нет из-за конь д5 сбили ладью вернулись сейчас конь лезет на д5 пешка а7 висит мощная компенсация я думаю что оценочка примерно плюс равно очень интересным было взятие на f7 но мне не понравилось следующее что черные просто возвращают качество нападают на слона угрожает слон h3 то есть надо защищать слона ладьей и играют здесь е4 f4 не пойдешь из-за е3 f и нельзя бить ферзь бьет е4 белое проперли после ферзь d4 оценка этого окончания плюс равно белый король не вышел из опасной зоны не выйдет скорее всего если не выйдет то это просто ничья вот это мне не понравилось я пошел к слон бьет c5 идея в том что если черные сыграют здесь ладья бьет c5 то после ферзь бьет d5 белых появляется ход е4 и как слон бьет е4 для черных нехорошо ладья е1 ферзь c2 ладья бьет е5 ладья d8 ладья е1 сейчас пешка аж побежит ферзь на f6 выскочит у белых явно лучше лишняя пешка и черный король тоже ослаблен ну и после е4 есть ход ферзь бьет c5 но и здесь после еф-жф я собирался по моему напасть на ферзя и потом заняться переброской своего ферзя поближе к черному королю по моему ладья е1 и если е4 то просто ферзь c1 с идеей выписать пару шахов а может быть пока ладья d1 с идеей ферзь f6 и потом выписать пару шахов но у черных очень серьезная неприятность ферзи венш превозможно проигран потому что до белого короля не добраться а белые неизбежно получат проходную на ферзи вам фланг вы его на это не пошла сыграла сильнейшим образом ферзь бьет д5 ладья d1 и здесь поверила видимо мне на слово здесь был очень сильный ход ферзь е4 и загнать ферзя на c2 то есть вот так вот пожертвовать качество ну ферзь бьет c3 мне кажется это еще не ничья хотя движок настаивает что легкая на мой взгляд черным здесь еще нужно будет попотеть все таки пешки нет он король у белых тоже не арестован и даже в случае размена пушек есть у белых и случае возможности игры на победу хотя скорее всего если ладьи с доски снять видимо битая ничья да вот но я считал что основной ход все таки король бьет f8 чтобы забрать пешку е2 но движок считает что здесь сильнейший ход король же 8 и оценочка у него плюс равно но мне тоже кажется что мат на же 2 белые не получат слон с h3 будет выгнан скорее всего как смогут ли белые привести в движение пешки непонятно но скорее всего прямо сейчас и канада начинает двигать вот ну в общем здесь я бы оценил это как плюс равно да вы его пожертвовала ферзя ходом ладья бьется 5 и это совершенно нормальный ход ладья бьет d5 ладья бьет d5 конь c3 ладья d2 белым надо вытаскивать короля и вот здесь у его чуточку ошиблась обязательным практически обязательным ходом было h5 то есть слон на f5 у черного слона единственное хорошее поле на f5 и его надо беречь белое то есть он должен располагаться именно здесь ходом е4 белые не могут его прогнать потому что у них тогда за сквозит обжорный ряд то есть там после слона штричь заматуют черная 2 ладья тоже потом зайдет в обжорный ряд и партия долго не продлится вот поэтому надо играть ферзь c1 ладья d8 ну и здесь я поставил взаимные шансы мне кажется у черных не хуже граждану ладья c2 это не выигрышки не там ферзь уйдет на е3 сейчас где-то белые должны короля вытаскивать поближе к центру но фигуры черных намного активнее чем в партии также был ход ладья c8 интересный белые если пойдут же 4 то получат ладья c2 и конь на c3 никуда уйти не может и заводятся один поэтому надо играть король f2 и вот теперь h5 но здесь здесь у белых есть возможности для игры на победу то есть это в эту позицию я оценил как плюс равно то есть король в безопасности при случае пешки уже могу начать начать двигать на ферзьевом фланге вот здесь лейла по моему допустила их грубейшую ошибку она сыграла ладья fd8 и после этого позиция становится проигранной выгнали слона движок я проверил с движком движок горишь надо играть слон d3 хит ладья d3 но после же 5 очевидно что белая сейчас и ферзя вытащит и пешки а и б начнут двигать и при случае конь придет на f6 и белые заматуют но после слон c8 король f2 эта позиция уже безнадежная ферзь c1 слон b7 проблема черных в том что у них нет ни одной активной возможности мне наверное стоило сразу начать с хода h4 но очень не хотелось видеть ладью на d2 и я сделал аккуратный ход король е1 выгнал и сейчас после ладья d6 ферзь е3 а6 h4 у белых я думаю выигранная позиция но движок считает также я хочу догнать пешку до 6 пешка е5 слабенькая слон на по 7 вообще никакой функции не выполняет если поставить пешки белым на 6 и на g5 то в дальнейшем можно будет попытаться привести коня на g4 и на f6 в обход слона бассейн ну то есть на f6 он попадает или с е4 или же 4 вот и можно попытаться черных там обмануть вот ход ладья d7 проигрывает намного проще после ферзь е3 висит на е5 висит на а7 и пешку е5 ладью не защитить и за ферзь бьет а7 и черные не могут взять на f3 поэтому лейла сыграла е4 здесь я подумал можно было взять конь бьет е4 можно было взять и фену белый конь в разы сильнее слона бы 7 совершенно бесполезного а после f и слон по 7 становится не таким бесполезным он начинает нападать на е4 то есть черные уйдут словно слона 8 потом сыграют ладья е8 ладья е7 на е4 белое потеряют ну и вопрос успеют ли они за это время то двигать пешку до 6 чтобы появились какие-то матовые угрозы мне казалось что если не успею то можно не выиграть а после f4 позиция выигрывается автоматически пешка f идет дальше черные f5 ходить не могут после размена там ферзь c5 и висит на f5 висит на а7 по-прежнему то есть на ладья е8 ферзь бьет а7 и никуда слон а кстати может быть после же fgf можно и сразу ферзь бьет а7 взять слон ничего съесть не может вот и потом две связанные пройдут по после а6 и в 5 и появляются угрозы f6 ферзь h6 и мат на g7 движок говорит что надо было играть король g7 но тут белое продолжают играть на мат то есть где-то они хотят g5 пойти у меня в мыслях было короля на е3 перевести чтобы он давил на пешку е4 и тогда лошадь можно будет на c5 отправить вот то есть на позиции вообще выигранная ну и после gf вот эта позиция возникла в которой у черных нет ходов если сыграть е3 то просто ферзь g5 шах и ферзь бьет е3 на король f8 последует ферзь h7 ферзь h8 ферзь бьет h7 вы его сыграла ладья d6 но после ферзь g5 шах король не может идти на f8 ну потому что просто теряется пешкой f7 и в общем то все все на этом заканчивается вот поэтому поэтому последовало король h8 и такой смешной механизм ферзь е7 напали на слона ладья его защитила шах король g8 я сначала хотел пойти король f2 потом думаю ладно пока пешку поведу все равно хода е3 у черных нет хочу пойти h5 h6 и дать мат на g7 поэтому ладья d6 теперь шах и снова ферзь е7 то есть если ладья д7 то ферзь f6 король g8 h5 и на ладья д6 снова ферзь g5 король h8 ферзь е7 поэтому здесь уже лейла сыграла слон c6 я взял на f7 и у черных снова проблема с ходом я хочу вернуться ферзь е7 и пойти f6 f7 f8 а на ладья е8 симпатичный удар то есть вроде две фигуры заезжают пешку е4 а на самом деле не одна слоном бить нельзя висит ладья на е8 ладью бить нельзя мат на f8 ну и после ладья h6 кони f6 напал на ладью и арестовал ладью h6 ходом h5 здесь уже совершенно очевидно что позиция белых выигранная на слон b5 я пошел а4 чтобы у слона даже иллюзий не было что на что-то тут можно напасть и ферзь е7 защита от ферзь е5 в дальнейшем конь g4 шаг и съели ладью нету движок рисует что здесь мат не позднее 13 хода ну я так далеко не углублялся лейла здесь осталась то есть вот такая партия с забавным клюком в середине то есть какой-то кошмар вот перепутать белую ладью с черным слоном такого у меня еще не было то есть у меня были разные клюки это все чувствую из-за лишнего веса надо снова начинать его уменьшать до пределов разумно все в общем спасибо за внимание подписывайтесь на цен еще помимо youtube и youtube и на цене выкладываются ролики до завтра